Первый музей Западной Сибири, один из старейших объектов Алтая. Краеведческий музей уходит на долгожданную реконструкцию. Основное здание уже почти век требует ремонта, но разговоры о нем зашли только пять лет назад. Музей уже безусловно требует серьезной реконструкции и обновления как самого здания, так и экспозиции. И, наверное, пришло уже такое время это начать. То есть все сложились, все звезды. Поэтому мы этому очень сильно рады. А сколько уже лет музей требует реконструкции? Ну, если мы берем за основу 1913 год, когда сюда зашли, так сказать, если можно так выразиться, экспонаты музея, здесь стал уже основательно располагаться музей, то это более ста лет. То есть более ста лет здесь не делалось ни разу ни одного капитального ремонта. По планам здание должно преобразиться к 2023 году, когда музей будет отмечать свой 200-летний юбилей. Во время реконструкции часть экспозиции переедут в другие здания. Уже в эту субботу, в день проведения всероссийской акции «Ночь музеев», краеведческий распахнется и двери по двум адресам. Это Ползунова 39, выставочная площадка, и Красноармейский 28, или Интернациональная 118. И хочу отметить, что в музейную ночь мы там откроем новые экспозиции, конечно, в очень небольшом формате. Тем временем остальные экспонаты постепенно покидают свои места. Уже разобранное дело Древний Алтай и горнозаводское производство. Любимый экспонат барнаульцев «Лос-Снежок» отправится в архив музея на все время реконструкции. Напоминаем, что на данный момент фонд краеведческого музея насчитывает более 200 тысяч единиц хранения, а многие из них не имеют аналогов. В собрании музея сохранилось пять экспонатов, созданных в 1820 году. Маргарита Гартунг, Александр Антропов. День с толком.